всем привет добро пожаловать в новое видео сегодня мы с вами будем разбирать весеннюю косметичку я снимаю это видео уже третий раз высшая сила техника я надеюсь на вашу поддержку пальчиком вверх упорство и труд все перед труд но мы с вами начинаем будем разговаривать о декоративной косметики немножко об уходе и также о новых ароматах у меня проснулся такой аппетит на новые ароматы я себя не сдерживала ну что поехали из ухода сегодня будет не так много всего как обычно по той причине что я планирую отдельное видео на эту тему где буду прям подробно все рассказывать но сегодня я хотела бы сакцентировать какие-то важные моменты которые играют для меня ключевую роль межсезонье это вообще самый страшный период для моей кожи она становится обезвоженной тут потеплела она жирница тут похолодало она снова пересохла обезвоживание высыпание то 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 другое поэтому я сейчас даже в каком-то плане ограничила свой уход впервые даже за несколько лет я отказалась от гидрофильного масла потому что боюсь уже непонятно какой реакции и супер активных компонентов моем уходе также пока что нет это временно это все пройдет во всяком случае я очень сильно на это надеюсь чем же я заменила гидрофильное масло я убираю первый слой макияжа при помощи мицеллярной воды который у меня там есть туалетном столике или в ванной комнате и дальше новинка который вы меня спрашивали многие писали оля ты пробовала что ты думаешь я же сама начала искать еще в конце прошлого года и этот бренд представлен у нас в аптеках и также во многих интернет-магазинах церавэ я люблю мне очень классно подходит их уход и вот зимой я всегда использую их увлажняющий такой не пенящийся гель для очищения кожи а летом и когда кожа какая-то воспаленная есть прыщи я часто перехожу на умывалку которая была фаворита года прошлого с салициловой кислотой с гиалуроновой кислотой и все они идут также с церамидами церамиды нам необходимы для того чтобы не страдал наш защитный барьер и чтобы кожа не теряла влагу чтобы она опять же не капризничала что касается этой новинки она конечно же с церамидами она с аминокислотами и с гиалуроновой кислотой она предназначена для нормальной кожи и сухой но чем она отличается от предыдущей увлажняющей она пенится но вы знаете она такая же деликатная она также бережно очищает кожу нет ощущения стянутости какой-то сухости кожа после этого средства супер бархатистая я точно не помню сколько я за нее заплатила но за такой объем это просто супер цена мне очень понравилось я даже могу сказать что она здорово может подойти вам если у вас комбинированная и даже жирная кожа написано что средство удаляет макияж и это действительно так в общем цераве как всегда не подвели интересно знаете ли вы что такое экспозом факторы это все те негативные факторы нашей с вами не идеальной жизни которые влияют не только на наше самочувствие но еще и на наш внешний вид еще и ускоряют процессы старения я тут убедилась прям совершенно четко я решила проверить свое здоровье потому что я чувствовала себя неважно плюс были какие-то высыпания начали выпадать ресницы и думаю надо-ка провериться и оказалось что полностью здорово таким образом мой организм и моя кожа реагируют на стресс мы все с вами живем в загрязненных городах также имеет значение какой климат он не всегда подходит нашей коже и благоприятно влияет на ее состояние и внутренние экспозом факторы это наше питание наш образ жизни сон сколько времени мы проводим в гаджетах и стресс стресс это то с чем я буду справляться при помощи занятий йогой спасибо большое за все ваши рекомендации когда я найду ту самую подходящую мне тренировку обязательно расскажу вам об этом мне лично очень помогают прогулки на свежем воздухе неважно какая погода и слава богу что у нас есть собака я просто обязана выйти это помогает расслабиться как-то развеяться отвлечься но вообще домашний питомец очень сильно поднимает настроение а говоря вот этих негативных факторах они даже сказываются на количестве гиалуроновой кислоты которая есть нашем организме а целых 50 процентов гиалуронки располагается у нас в коже то есть если ты ведешь нездоровый образ жизни если ты пьешь много кофе и так далее и так далее то вполне вероятно что ты быстрее состаришься в принципе это естественный процесс количество гиалуроновой кислоты с годами уменьшается это нормально но плюс еще вот эти вот все факторы нашей жизни и иногда девушка в 25 лет может выглядеть на 35 и я буду работать над восполнением вот этих дефицитов и уход нам всем также в помощь я подыскивала для себя сыворотку с гиалуроновой кислотой и очень многие на мне просто не работают по той причине что они или впитываются под ноль или делают еще хуже и сушая кожу или же лежат пленкой чисто на поверхности и у меня сейчас есть сыворотка от бренда виши из их линейки лифт актив сеприм с рекордным содержанием гиалуроновой кислоты целых полтора процента это чистая гиалуроновая кислота кстати здесь нет никакой отдушки нет спирта нет консервантов и за это тоже отдельный плюс мне очень нравится упаковка это стеклянный пузырек ничего не попадает извне то есть это очень гигиенично такая как бы пипетка то есть здесь есть носик и можно выдавить себе несколько капель этого вполне достаточно для того чтобы распределить по всему лицу когда кожа теряет гиалуроновую кислоту то она выглядит обезвоженной и сушенной такой вот морщинистой и иногда достаточно добавить хотя бы правильный уход плюс поработать над вот этими всеми факторами как-то нейтрализовать их негативное действие и тогда в целом ты выглядишь свежее моложе и я в этом сезоне обязательно буду учитывать все эти моменты что касается сыворотки то у нее очень приятная легкая такая невесомая текстура и во-первых она быстро и хорошо впитывается дает мгновенное увлажнение и прям чувствуется лифтинг но это не за счет того что кожа высохла и она как знаете стянулась нет это также создает идеальную канву для последующего макияжа иногда после нее мне даже не хочется наносить крем я также использовала после кислотного пилинга после чистки кожи и она еще и оказывает восстанавливающие действия успокаивающее такое то есть когда моя кожа была прямо аж такой разъяренной я нанесла ее сразу стало поспокойнее это сыворотка филлер пролонгированного действия то есть чем дольше ты ее используешь тем лучше результат эта сыворотка как будто заполняет вот эти сухие морщинки и между прочим с первого раза она компенсирует весь дефицит вот этой гиалуроновой кислоты то есть видно что кожа становится как будто такой наполненной влагой и естественно она выглядит моложе и это настолько универсальное средство что оно во первых подойдет каждому каждому типу кожи потому что не ощущается не липнет также эту сыворотку можно спокойно наносить под глаза это безопасно и точно такую же я хотела бы подарить своей маме общем гиалуроновая кислота это ключ к нашей с вами молодости и к здоровой и красивой кожи я знаю знаю что я очень много рассказывала о скребке гуаша но что я могу поделать это мой фаворитище это то чего я кайфую это то что дает результат поэтому вам настоятельно рекомендую освоить технику самомассажа любую хотя бы пальчиками мы с девочками обсуждали стоит ли заказывать на алиэкспресс насколько они качественные многие написали что они с такими же гладкими краями все с ними хорошо поэтому не переплачивайте так как сделала я это то что помогает привести лицо в порядок утром когда проснулась и отекшая когда хочется разогнать лимфу когда хочется подтянуть овал и в принципе сохранить очертания лица в общем скребок гуаша это мега вещь и такая форма мне нравится больше всего тоже много раз говорила еще один мой друг точнее подруга это сыворотка опять же из фаворитов года ларош пазе линейка эфа клар для проблемной кожи когда я вижу что у меня назревает прыщ я начинаю мазать 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 локально на все лицо я не наношу потому что нет в этом необходимости у меня только слева в этой части это вот по именам могу назвать каждого из них наношу наношу для того чтобы воспаление скорее как бы вышло наружу потом чтобы зажило еще убрать пост акне эта сыворотка не просто с салициловой кислотой здесь есть еще и гликолиевая кислота она очень-очень эффективная и мощная поэтому в повседневной такой рутине я ее не использую только по необходимости но это моя палочка-выручалочка обожаю не поверите но из ухода это все это прям то без чего я не могу а чего я не хочу отказываться остальное это все вариации на тему я сейчас еще ищу какой-то классный крем под глаза может вы мне что-то посоветуете потому что я снова вернусь к тому что и так уже сама заездила уже сама не могу это видеть поэтому буду ждать каких-то предложений в комментариях тональные кремы на весну и лето на самом деле тональников сейчас огромное количество хороших из разных ценовых сегментов я могла бы сделать отдельное видео на эту тему но я покажу вам то что я использую сейчас чаще всего с каким-то вот особым удовольствием я думаю что многие догадались сначала расскажу о тональном креме от бренда катрис между прочим я вас услышала что свет в собиралке нужно было сделать чуть менее ярким я постараюсь если не справлюсь то буду звонить давиду чтобы он меня спасал я буду работать над этим в общем тональный от катрис стала для меня находкой абсолютно случайной и меня даже не смущает то что я чуть-чуть промахнулась цветом еще раз скажу что он загорелый это 020 но если его растянуть на шею то не критично я сегодня снова накрашена им этот тональный крем подойдет для нормальной кожи для сухой и комбинированной он опять же идет с гиалуроновой кислотой у меня сейчас все будет с гиалуронкой мне кажется и он имеет влажный финиш и это самый но если не самый то один из самых перекрывающих плотных тонов в моей такой косметички большой объемной обширной вот и этот тональный крем здорово наносится даже тогда когда есть что перекрывать есть какие-то шелушения и вообще он простой в использовании из-за этого мне нравится он застывает но у вас есть время чтобы его равномерно распределить там как-то порастягивать по лицу все накрасить он усаживается и держится целый день он у меня не мигрирует на минуточку я сегодня накрашена с 7 часов утра у нас сейчас 10 часов вечера и даже когда я надеваю маску то он особо сильно не стирается если прям будет плотно маска то понятное дело но в целом он прекрасно держится он очень красиво выглядит он не подчеркивает поры и мне нравится это один из лучших в принципе тонов которые я пробовала за последнее время и из дорогих и из бюджетных но у кого проблемная кожа будьте осторожны потому что есть разные отзывы но я не заметила связи конкретно у меня то есть пользуюсь ничего не происходит не пользуюсь стрессанула получите распишитесь так что у меня совершенно другие причины тон обалденный я также купила консилер из этой же линейки но пока что я его не приручила не поняла как им пользоваться он у меня собрал все морщинки возможно я найду к нему подход таким плотным тональным я не пользуюсь каждый прям день в основном когда мне хочется идеальное такое кукольное лицо когда я снимаю видео когда я знаю что буду фотографироваться когда мне хочется поиграться с макияжем и так далее и так далее но в принципе в такой обычной жизни я предпочитаю покрытие полегче рылась я в разных там бибикремах искала что-то новенькое на польском мейкапе на украинском я смотрела он также есть и на мейкапсторе разные варианты там есть и увлажняющие и матирующие напишите какие любите вы это бренд холика холика бибикрем для зрелой кожи он должен питать лифтинг эффект создавать и с SPF 30 мне кажется это супер вариант вообще на весну и лето потому что и тон подкорректировала выровняла и при этом защита от солнца я всегда как бы за то чтобы это было нежели не было что касается цвета то я выбирала по сводчим в интернете и мне показалось что это самый удачный цвет и действительно это так он вот нейтральный бежевый не желтый не серый бывает так с корейскими бибикремами правда с си си кремами разными и он еще и приятно пахнет и дает вот такую свежесть то есть он сияющий увлажняющий и я даже его не припудриваю если он куда то там сползает в течение дня я раз раз пальчиком расправила для меня это не критично но я даже не ожидаю таких средств мега стойкости чтобы у меня там все было как то красиво накрашено в 24 часа в сутки нет для меня это именно вариант на каждый день и когда кожа в нормальном состоянии я даже для съемки могу его нанести так что вот такая интересная новинка и кто пробовал тоже поделитесь впечатлениями об SPF будет отдельное видео но хотела напомнить вам еще и о базе под макияж это прямо многофункциональное средство бренд heimish SPF 50 это и база под макияж которая дает увлажнение плюс это очень красивое свечение такое естественное то есть не нарочитое это не хайлайтер это не база под макияж тяжелая липкая она хорошо усаживается плюс здесь есть не ацинамид и разные такие компоненты которые чуть-чуть как бы подлечивают нашу кожу вы можете размешать ее даже с тональным кремом если он у вас средней плотности или поплотнее чтобы сделать его легче и если вы например не любите краситься прям тоном тоном но ищите что то что слегка за счет светоотражения именно скорректирует оттенок лица то можете также попробовать очень универсальный он и не желтый и не розовый вот кажется жемчужным я не знаю как это возможно но наносишь его его почему его ну солнцезащитный крем или ее базу и как то вот лицо преображается при том что он ничего она ничего не перекрывает извините пожалуйста уже третий раз снимаю я потом послушаю что я там наговорила в общем штука классная и не первый раз покупаю консилер консилер от armani к сожалению дорого но оно того хотя бы стоит это необычный консилер я бы сказала феноменальный потому что я вот не люблю шпаклевку под глазами терпеть не перевариваю то есть если это плотно это стойко это видно это подсушивает это делает меня на 10 лет старше я таким пользоваться не буду он имеет легкое к среднему покрытие он увлажняет и вы знаете он так интересно отражает цвет то есть в нем нет никаких вот блесток чего-то такого он подсвечивает область под глазами зачастую такие средства на мне не работают потому что они еще больше подчеркивают впадины под глазами но здесь какая-то совершенно другая ситуация и оттенок у меня 4 он чуть-чуть желтоватый но ни в коем случае не оранжевый в меру светлый вот armani умеют одним словом он абсолютно комфортный он хорошо держится в течение дня это современная текстура которую сложно объяснить словами но главное что это работает весной и летом бронзеры как никогда актуальны и я покажу вам свои старые бронзеры не стала ничего нового покупать потому что они вот такие еще и стоят не прям чтобы супер дорого к сожалению бронзер от vibo не везде доступен но если уж найдете и любите такие текстуры такие финиши и цвета то берите вы не пожалеете здесь его вагон и тележка у меня оттенок один тоже показывала вам его в действии это сияющий бронзер причем это и бронзер и немножечко как скульптор он подсвечивает лицо и он такой мягкий пылит вообще капец как но главное что он плавно наносится он не пятнит он работает с каждой кисточкой и это настолько люксово выглядит на лице что он мог бы стоить раз так в 10 дороже но приятно что не бьет по карману следующая это палетка от бренда gosh когда-то тоже была в нее влюблена и слава богу что не избавилась от нее оттенок 01 палетка с двумя бронзерами и не совсем даже с хайлайтерами это больше как сатиновая пудра вот эти два отделения посветлее значит здесь у нас очень очень красивый естественный бронзер и он такой как будто оливковый то есть он и не рыжий этот тоже не рыжий от vibo кстати оба я горячо люблю не смогла выбрать один здесь матовый бронзер сияющий очень часто я смешиваю два которые сияющие он чуточку посветлее но я люблю миксовать эта палетка даже сама как-то подталкивает а попробую так и попробую так иногда вот этот оттенок пудры я наношу в качестве румя иногда смешиваю два вот этих светлых оттенка и наношу на выступающие участки чтобы слегка подсветить их сатиновой пудрой приятнейшая текстура также хорошо держится просто наносится и для тех у кого светлая кожа оба прекрасно подойдут губы 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 меня не смущает то что мы сейчас носим маски я даже для своего настроения могу накраситься любимым блеском и кайфовать у меня сегодня на губах карандаш от бренда набло он очень мягкий он очень хорошо сглезит по губам неплохо держится оттенок нюд один это вообще целая коллекция их таких нюдовых карандашей они есть посветлее потемнее там холодные всякие но это самые нейтральные но ему наверное ближе к теплому не могу сказать что он рыжий но скорее теплый чем холодный ну в общем какой то такой нейтральный карандаш классный я довольна заказывала его на мейкапе если помните то в прошлом году в подборке на весну и лето даже в пустых баночках я показывала точно такой же блеск от бренда dior только в оттенке princess это у меня диорама 785 точно такой же я дарила своей подруге я видела что она им пользуется и даже несколько раз говорила оля как ты угадала она жгучая брюнетка у нее темные глаза у нее более темный оттенок кожи плюс четкий такой контур губ более темный и на ней это настолько красиво девчонки брюнетки прям обратите внимание это супер стильно это очень красиво плюс уходовые свойства этого блеска это нечто он восстанавливает губы на ура даже самые сухие и плюс он довольно долго держится липковатый но не настолько как фэнди например плюс здесь есть светоотражающие частички то есть губы с ним смотрятся более объемными и когда он съедается то губы еще очень долго остаются мягкими плюс приятная сладковатая отдушка и вкус тоже немножечко ощущается но мне это нравится и я уверена что этот блеск у меня прям до конца будет использован конечно же я продолжу пользоваться где он тут карандашом от Charlotte Tilbury в оттенке это вообще капец как дорого карандаш для губ не должен стоить столько но за оттенок я готова платить вы мне там насоветовали кучу аналогов буду искать но если вдруг это не произойдет мои поиски не увенчаются успехом то я снова куплю его потому что он того стоит это карандаш который нужно подтачивать и он очень очень быстро заканчивается ну что поделать активно пользуюсь поэтому так цвет такой пыльно розовый нюдовый и он делает губы ярче красивее даже сам по себе цвет ну безумно красивый и настолько комплиментарный вы всегда интересуетесь оля что на губах это этот карандаш сам по себе и он так гармонично выглядит со многими моими другими помадами и я даже не знаю с чем его можно сравнить но действительно феноменальный оттенок поэтому когда закончится наверное придется купить что поделать оттенок который похож на него и даже с помадой это выглядит ну очень-очень-очень очень-очень на губах только вот насыщенность цвета не настолько интенсивная как в карандаше это матовая помада в стике от бренда лореаль оттенок 102 и эта помада между прочим пахнет ванилькой то есть не классическая лореалевская душка и приятная текстура очень красивый цвет и долго держится так что матовая помада в сочетании с этим карандашом или сама по себе это просто супер находки ни разу не пожалела что приобрела помимо всего перечисленного я еще и люблю пользоваться красной помадой только я не люблю на себе прям классические такие знаете красные помады с холодным подтоном я люблю что-то поживее что-то более секси такое яркое сочное привлекающее внимание когда у тебя просто красивая кожа да это ну ладно в общем когда накрасишься и когда у тебя просто прокрашенные реснички и эта помада это бомба это выглядит так стильно я ее обожаю это помада от бренда я даже не сразу поняла что у меня другой оттенок у меня еще есть шестой он тоже супер красивый такой помидорный красный чуть-чуть в нем есть оранжевинки но этот еще ближе к морковному но это все-таки огненный красный такой вот прям он супер страстный такой вот современный современный красный и я в одном из последних роликов была накрашена этой помадой вы спрашивали что такое красивенная это жидкая матовая помада пупа в оттенке 10 она застывает я ее наношу без карандаша и я в ней уверена на сто процентов я могу надеть маску я могу говорить пять часов она останется там где я ее накрасила и если я уж съем там что-то жирное тогда она может чуть-чуть исчезнуть именно внутри губ ну а так контур останется безупречным можно добавить слегка внутри и продолжать носить ее в течение дня больше чем раз в день я ее не наношу и она может держаться прям до самого вечера говоря еще о блесках помимо диор есть еще вот такие супер классные блески от бренда lovely они также со светоотражающими частичками они также очень хорошо увлажняют губы у меня оттенок нюдовый номер номер три нейтральный не могу назвать его прям карамельным каким-то он вот нюд нюд в чистом проявлении плюс что-то такое повеселее поярче посочнее и вот именно так они выглядят на губах они делают губы такими более аппетитными такими более наполненными еще и за счет ухода это все прям очень-очень вкусно номер восемь поярче такой розовый но они все же полупрозрачные на губах также как блески от диор они еще менее липкие чем диор и не так надолго хватает вот этого увлажнения от них но слушайте стоят они копейки при этом работают они очень классно так что рекомендацион как говорится присмотритесь там есть много разных оттенков вот реально каждый найдет что-то для себя я как видите не устояла и взяла сразу два и чуть не забыла еще одна помада не то чтобы прям супер уникальный цвет или какая-то текстура да очень красивая упаковка и качество на уровне это и в Сен-Лоран но я уверена что если поискать в других брендах побюджетнее то вы однозначно что-то похожее найдете я пока что этим не занялась но мне очень нравятся коралловые помады и на мамина моей тоже она будет восхитительно выглядеть это сатиновая помада от бренда и в Сен-Лоран 70 почему я показываю ее здесь потому что всегда когда я наношу ее в видео вы интересуетесь что это такое поэтому каждая коралловая помада скорее всего это сочетание pillow talk и вот этой она очень приятная такая текстура которая не подсушивает губы и прилично держится конечно это более такая кремовая сатиновая помада она не будет застывать и держаться вообще там когда вы захотите ее размазать или что-то там сделать или когда вы поцелуете выпейте кофе она останется на чашке но тем не менее для такой текстуры она стойко держится на губах с макияжем глаз у меня в принципе все то же самое я уж не стала приносить и люкс визаж и белор дизайн и армания 11 но есть у меня одни тени для ленивых для супер стильных макияжей для того чтобы подчеркнуть глаза и сегодня эти тени на мне я просто пальцем их нанесла и одной кистью что-то там подтушевала надеюсь что с 7 часов утра мои тени все еще на месте я не проверяла в зеркале поэтому дайте мне знать у меня какое-то такое супер веселое настроение несмотря на то что уже поздний вечер чрезмерная активность у меня сегодня это тени от бренда L'Oreal линейка даже не знаю как они называются но это тени с маслом в составе то есть они хоть и прессованные но они как будто кремовые и они очень пигментированные и они просто наносятся прям пальцем оттенок у меня powerhouse и как оказалось это один из самых популярных хотя когда я их покупала я не знала об этом это матовые тени в очень красивом цвете я тут слежу за фокусом потому что если и в этот раз меня камера подведет то я сдаюсь оттенок супер универсальный он подойдет и тем у кого светлая кожа и потемнее и теплый подтон и холодные светлые глаза темные это не рыжий оттенок теней он такой благородный вот мне очень нравится такая необычная текстура пигментация прям бомба правда видите то есть оттенок теней не то чтобы прям супер темный переносится просто на кожу у меня нет других оттенков из этой линейки и это как будто даже не просто мата легкий сатин то есть они не сияют но очень хорошо втушевываются в текстуру кожи и смотрятся как одно целое на глазах то есть естественно но в стиле таких инста макияжей что ли мне очень нравится ой ну наконец то мы с вами добрались до ароматов я прям не могла дождаться этого момента несмотря на то что уже несколько раз рассказала то же самое я все равно прям горю желанием поделиться с вами своими обновками своими впечатлениями все ароматы я заказывала на мейкапе и значит как выбрать аромат онлайн вот вспомните какой аромат вам очень сильно нравился выискиваете его на фрагрантике и смотрите что есть в пирамиде то есть что там вот использовали парфюмеры при создании аромата и потом вы также можете сравнить ваш любимый аромат с тем что потенциально вас как-то там заинтересовало что вы хотите себе приобрести и просматриваете есть ли похожие нотки также сразу можно по описанию даже определить то есть если вам нравятся сладкие томные ароматы а вы смотрите что-то с бергамотом цитрусовое и вы в принципе знаете что вы такое не любите то сразу уже будет понятно что это не ваш вариант также вы можете заказать себе пробник такой небольшой там два миллилитра или сколько для того чтобы поносить чтобы попробовать ваше не ваше чтобы не прогадать я очень часто так делаю но у меня редко бывают прям супер промахи сейчас благодаря тому что я научилась как-то вот различать и понимать ноты которые есть в определенных ароматах тем не менее у меня есть несколько таких совершенно необычных и я бы даже не додумалась что они там намиксовали в общем аромат который попался мне случайно Томак принес пробник он что-то там покупал и ему забросили женский аромат я надеюсь что я правильно прочитаю задик и вультар наверное так это такой белый флакончик когда я показала его в своем инстаграме очень многие написали что это ваш любимый аромат конечно же как в случае многих таких томных чуть-чуть сладковатых ароматов кто-то говорит что ой нет это не мое это слишком это слишком стойко это слишком шлейфит ароматы это дело вкуса но вам нравится когда я их описываю поэтому давайте поговорим еще и об этом этот аромат необычный он не похож на другие и сначала сначала я вообще не могла сказать что же это такое конкретно то есть казалось что он какой-то вот молочный что пахнет какими-то такими взбитыми сливками и это так вот знаете уютно ощущается вот он сладкий но не приторный он не липкий не вязкий и он так долго ощущается на одежде на коже и он не душный он вот не такой который заполняет собой все пространство и вот знаете на что он еще похож на кашемировый свитер почему-то у меня прям четкая ассоциация не колючее что-то согревающее на мороз а вот просто знаете когда тебе хочется чтобы тебя укутали как будто как будто тебя нарядили во что-то кашемировое вот так знаете закутали взяли на ручки еще и дали какао со взбитыми сливками и вот ты сидишь и тебе так комфортно так тепло это однозначно теплый но не душный аромат когда вы знаете слишком жарко тебе хочется там снять с себя что-то раскрыться нет он очень обволакивающий и при том что он сладкий он еще и нежный то есть мне кажется что это вообще прям классный вариант на межсезонье когда еще не жарко но уже не холодно и это будет самый стойкий и самый шлейфовый аромат в моей сегодняшней подборке следующий аромат из серии хотела давно но не решалась у меня есть мой любимый эрмес зеленый который аромат луга вот этих сочных спелых фруктов он и такой сладковатый но при этом свежий я всегда говорила что он самый зеленый в моей коллекции теперь его место занимает гучи слушайте называется bloom только aqua di fiori господи надеюсь что я правильно называю их в общем есть классические гучи совершенно не подходят мне также есть с такой же этикеткой только бордовый тоже делала несколько подходов а этот несколько раз я встречала в стационарных магазинах так классный надо подумать классный надо подумать это аромат из серии более таких холодных и знаете на что он похож как будто ты заходишь в цветочный магазин в цветочных магазинах всегда прохладно правда для того чтобы цветы сохранялись как можно дольше свежими и как будто много не просто цветов он не пахнет цветами по большей части я здесь ощущаю зелень и как будто стоят розы какие-то вот эти веточки зеленые знаете розы еще закрыты возможно не розы а другие цветы но они явно закрыты они еще вот не раскрылись и не заполнили ароматом всю комнату и такое впечатление что кто-то просто срезает кончики веточки я даже не знаю как они там все называются но прям зелень зелень причем свеже вот срезанная это не трава скошенная он очень очень приятный плюс конечно же есть белые цветы вот что-то такое то ли ландыши какие-то но они не явно ощутимы я не очень люблю запах ландышей у меня обычно от них болит голова но что-то белое такое фреш здесь однозначно есть он не очень стойкий казалось бы то есть наносишь и уже вроде ты о нем забыла потом раз и ты понимаешь что он все еще с тобой то есть напоминает о себе в течение дня и вот он тоже не будет душить летом когда жарко и понятное дело весной еще этот аромат мне кажется хорошо зайдет в офис то есть он не будет всех подчиненных пугать когда вы пройдете по коридору о пришел биг босс значит сейчас получим там по шапке нет он такой вот элегантный меру интересный очень и еще одна новинка это герлен аква аллегория для меня это ароматы настроения ароматы которые заставляют меня даже как-то больше улыбаться они действительно настраивают на позитивный лад это аромат под названием пассифлора у меня их было несколько и все они супер приятные по-настоящему весенне-летние для всех кто предпочитает ароматы вы знаете чтобы как-то так брызнуться и дополнить свой образ и я не ощущаю их на себе в течение всего всего дня но если вы любите например Джо Малон и подобное то я думаю что вы оцените и вот каждый аква аллегория я подношу к носу и понимаю что я могла бы им спокойно пользоваться эти ароматы вот лично в моем восприятии многие такие цитрусовые они очень свежие они очень легкие они как бы вам сказать не то чтобы разбавленные но они вот ощущаются как будто вода и еще что-то они вот такие прозрачные но не по своему звучанию наверное благодаря тому что это не такой вот насыщенный какой-то тяжелый коктейль сложных каких-то композиций нет этот аромат ассоциируется у меня прям абсолютно четко с отдыхом ты сидишь жарко и тебе приносят какой-то лимонад на основе газированной воды потому что что-то такое в нем пощипывающее нос есть как будто вы знаете газированная вода и много фруктов там точно есть грейпфрут там точно есть лимон мандарин я два раза в жизни ела маракуйя но не уверена что нормальная именно такая по вкусу и тем более по аромату и как будто бергамот здесь тоже какой-то есть я чувствую в основном кислинку и от него конечно не сводят зубы он вот прям на позитиве ты сидишь играет музыка там кафе на берегу моря ты на отдыхе на полном расслабоне тебе приносит вот этот лимонад на основе газировки куча фруктов и сальдом прям супер такой холодный бодрящий и освежающий и вот так у меня ассоциируется этот аромат и тоже хотелось бы чтобы дома так пахло все мои ароматы также понравились мужу он даже обратил внимание говорит что это приятно пахнет какими-то апельсинами тут и так далее но больше все таки здесь не чисто апельсин а именно в перемешку с чем-то еще покислее и аква аллегория это моя любовь могла бы вообще собрать целую коллекцию возможно я когда-то это сделаю несмотря на то что это не убийственная настойка тем не менее они заряжают это тоже дорогого стоит и не каждый аромат настолько приятен в использовании если помните то несколько лет подряд я показывала мисс диор блумиум букей это очень нежный очень женственный такой чистый аромат свежего букета пионов какие-то такие супер нежные цветы там и как будто для такой молодой девушки и как будто вот девушка несет эти цветы в корзинке на ней соломенная шляпка она вся такая натурель и я выбрала еще один аромат который из серии розово-пионовых но он уже такой знаете с ноткой с какой-то претензией на мускусные на фужерные ароматы то есть это не просто роза вот где-то там издалека это не старомодная роза что это такое The Different Company Кашан Роуз здесь и кардамон и личи роза пион пожалуйста мускус я была права и по-моему здесь еще розовый перец вот в нем что-то есть такое что немножечко как будто щекотит нос он не просто цветочный чуть-чуть фруктовый вот личи дает свежесть в самом деле но во-первых он более стойкий чем Мисс Диор и такое ощущение что ты стоишь вот в целом саду роз розовых розовых роз и они нагреты солнцем то есть это не совсем холодный аромат то есть по сравнению с какими-то зелеными он все равно тепленький он будет согревать и возможно он будет интенсивно пахнуть именно весной и летом но это точно не зимний вариант это не такая роза как в Си в Армании и в подобных очень стойкие такие более взрослые этот посвежее тем более это аромат унисекс парни я честно говоря себя с ним не представляю но это как вариация на тему розы причем знаете такой интересной кайфовой розы здесь тоже чуть-чуть чувствуется пион это однозначно цветочный аромат и он не банальный я редко встречала именно такую вариацию розы прям по стойкости не могу сказать что это убийственная настойка но это достаточно для такого типа ароматов ну и конечно же мой любимец за которым я гонялась а потом вы мне написали что это как бы не такая-то и лимитка как мне там рассказывали то есть много где он все еще продается это безымянный без названия аромат от байредо он был выпущен в честь десятилетия бренда байредо и он намешан из всех тогда присутствующих ароматов здесь от каждого байредо есть что-то но больше всего он похож на цыганскую воду он очень холодный он фруктовый и знаете когда я им пользуюсь я даже вот приобрела его и думаю зачем я такое купила еще и было супер холодно и он холодный он даже создает определенную дистанцию то есть он очень хорошо подойдет для тех кто вот не такой весь сладкий конфетный или кто хочет роскоши в аромате вот кто хочет держать дистанцию то есть очень стильный очень современный аромат для меня это все-таки больше женский я люблю ароматы унисекс но для меня это больше женская история и вот когда меня спрашивают а спрашивают часто когда я пользуюсь им что это такое потому что он ну вот на цыганскую воду слегка смахивает но тоже от байредо но по большей части он не напоминает ни один другой аромат от разнообразных брендов когда меня спрашивают что это такое это ниша то есть иногда может быть аромат сена но на тебе он раскрывается очень как-то интересно и по-особенному и вот этот аромат я говорю а пахнет вам свежим журналом свежим глянцем не газетой а именно глянцем каким-то богом вот прям только из печати он о точно и так было ну наверное раз семь я говорю а может это о точно ну это не то что вы ходите и пахнете глянцевым журналом это действительно необычно и супер стильно и даже могу сказать что это сексуальный аромат но не тот который вот притягивает внимание всех мужчин здесь я бери не хочу нет это просто кто она кто так интересно пахнет вот так что у меня такие ассоциации и кстати байредо это всегда стойка и господи как они мне нравятся да я конечно не считаю что он должен стоить столько сколько я за него заплатила но если у вас есть возможность где-то достать пробник то то почему бы и нет почему бы не побаловать себя чем-то таким не поносить что-то необычное мне еще нравятся знаете какие аквадефарма но их не было в наличии того который мне приглянулся все они слегка мандариновые те которые интересуют меня и вот они тоже супер позитивные с удовольствием буду принимать в подарок такой аромат я конечно же шучу но теперь я вот полностью уже закончила всю свою историю о весенней косметичке я надеюсь что вам было интересно спасибо за пальчик вверх я прям выложилась на 300% потому что три раза снимала одно и то же и ни разу не сбавила обороты я очень старалась на этом мы с вами прощаемся всех целую и обнимаю пока пока